поджубник называется хобот, очень удобно привет всем бродягам, опять это я со своими старыми вещами, на сегодня у меня очень старые ботинки лова тибеты, приволок его специально, тащил в рюкзаке сюда и не один лова, два лова, один который куплен в 2010 году, пять лет ему, а один ботинок новый, который куплен пять дней назад, шесть сейчас расскажу за них, значит вот этот ботинок я купил в 2010 году, проходил я в нем три сезона зимой по городу но почему по городу, потому что позволить себе купить ботинок дорогой для походов не могу поэтому я таскал его в городе три года зимой, он достаточно теплый, до 30 градусов, без вопросов 3-4 остановки, много хожу пешком, без проблем, на простой носок, ноги не мерзнут, набивка хорошая проза прошлый год я почувствовал, что пальцы стали мерзнуть, в итоге выяснил, что где-то вот здесь в этой зоне внутренняя вот эта обивка, она вышеркалась и пальцы стали мерзнуть, поэтому я решил эти ботинки направить в туризм то есть долбить в походах по горам, вот сейчас так он выглядит значит три года по городу, сезон я только ходил несколько раз вот прошлый сезон, вот это лето, я ходил в этом ботинке в горы в поход пять дней вот так протектор износился за эти годы от городского цикла в походах я в этих ботинках был всего три раза или четыре походы были небольшие, выходного дня, но один поход был очень суровый было очень мокро, сыро, я целых пять дней шел по коленам, можно сказать, в воде и вот примерно так он выглядит после этого то есть никакой такой расхлябанности, какой-то потери все нитки на месте, все на месте есть дефект, который стал проявляться, вот после того похода мокрого, которое много времени было не было вот здесь появилась появилась трещина она не сквозная но она уже наметилась то есть вот примерно так ходят ботинки лова в них пройдено ну не одна сотня километров поэтому будучи человеком очень тепло расположенным к ботинкам лова я купил себе опять лова чем они отличаются вот эта модель четырнадцатого года от модели, которую купил ну это девятого года купил ее в десятом значит вот чем вот эта вот штучка здесь на коже а на новой модели здесь вот так сделано то есть на коже выкройка там тоже подложка тоже кожаная ну почему не знаю и на ремне вот эта пряжка вот эта или как-то плечок вот примерно а вот эти заклёвки тоже другая стала здесь были одинаковые все вот они вот они ну естественно гортекс базара нет вот здесь они одинаковые вот здесь на этой части четыре штуки а на новом ботинке получается три а четвертая вот эта немножко другая как-то она сделана интерес вот и различие все между ботинками пятилетней давности и новым ботинками изменилась подошва маленечко протектор стал немножко а протектор стал другой протектор стал другой и сама подошва немножко по-другому собрана из чего она сделана не знаю вот пройдет лет пять шесть семь и тогда я расскажу как они себя повели вот и все что я хочу сказать о своей любви к этим ботинкам если тратить деньги то только на хорошие ботинки гарстинги и всякие там прочие шняги лучше не покупать потому что тот гарстинг который я покупал и про который я жалился в фильме как выжить ботинка гарстинг проходили у меня год по городу сейчас зиму прошлую и сейчас подошва шоркалась уже то есть там дырки на подошве внутри отлива почему-то пористые дырки их стало видно три тысячи они стоили поэтому пять лет в ботинках когда я брал лова за восемь выгоднее чем износить пять штук пять пар гарстинг по три тысячи элементарно считается новые ботинки вот эти вот лова я сейчас взял за двенадцать восемьсот около тринадцати тысяч поэтому если перейти на гарстинг то как раз получится что четыре гарстинг будут вот эти одни ботинки стоить но в них я прохожу лет пять-шесть а в гарстинге тоже может быть пять лет пять лет я прохожу в четырех парах или там в трех ну само ощущение ноги в этом ботинке не сравнимо с ощущениями в ботинке гарстинг если подробнее про них то это ранее в роликах ранее про гарстинг я рассказывал а это моя тарелка стеклянная обзор про тарелку стеклянную сейчас я положу скумбрию на эту тарелку и вилочкой буду ее хряпать эту скумбрию в этом и заключается обзор тарелки стеклянной спасибо до свидания до встречи